Здравствуйте! Сегодня пятница, 22 сентября. В нашем ежедневнике мы расскажем о главных событиях, ярких и интересных материалах региональных СМИ и о прогнозе погоды в Пскове на выходные. Итоги голосования через ДЭК, костюмированные вечеринки во время выборов для соцсетей, презентация нового айфона и запрета на его использование, а также почему волна мемов, созданных нейросетями, захватила российский интернет. Сегодня в программах и пожоры эти вопросы обсуждали Ксения Журавкова и Константин Калиниченко. Я боюсь, что не за горами дипфейки, вот именно и в таком смысле, когда человек будет у нас сидеть в эфире и говорить там про, так сказать, ремонт дорог, да, а ему в уста вложат бог знает что и не дай бог, что в это... Ну, может быть. Ну, как и любое развитие технологий, помимо благ каких-то, это, конечно, несет риски, какие-то страхи и опасения. Что такое электронная музыка, кто ее слушает? Есть ли знак равенства между словами электронная и дискотечная? Много ли в Пскове любителей электронной музыки? Можно ли забацать электронный лайф, если отключат электричество? В этом ведущий квартирника Дмитрий Иванов сегодня разбирался вместе с музыкантами группы Sky Trust Александром Боярковым и Екатериной Андреевой. Электронной музыке много-много лет, да, уже, и, ну вот, прорыв такой, что ты можешь просто делать все на компьютере, он там как раз случился, там, как-то в начале двухтысячных, ну, когда уже полноценно прямо можно было писать все. Псков готов к грядущему отопительному сезону на 99% заявил глава города Борис Ёлкин. Тепло в дома Пскова планируют подать в начале октября. На это решение могут повлиять длительные осадки и высокая влажность, тогда отопление дадут раньше. Специалисты администрации Пскова ежедневно будут следить за погодой, чтобы оперативно принять решение. Хорошие новости. В ежегодном рейтинге регионов по приверженности здоровому образу жизни от РИА Новости Псковская область поднялась почти на 10 пунктов, на 39 место вместо 47 в прошлом. В основе рейтинга 7 показателей, в том числе потребление алкоголя, табака и наркотиков, занятия спортом и условия труда. Действительно ли Псковская область становится территорией здоровья, разбирался обозреватель Псковской ленты новостей. Экономический обозреватель ПЛН Алексей Обчинников в программе «Вробель» в эфире ПЛН-ФМ сегодня решил обсудить, какие плоды мы пожинаем после повышения ключевой ставки до 13% и с какими последствиями нам, скорее всего, еще предстоит столкнуться. А также выясняет, о какой такой рекордной индексации пенсий нам говорят власти в преддверии октября. В Пскове продолжается серия контрольных выездов депутатов городской думы на подведомственные территории. 21 сентября в округ номер 15, где недавно облагоустроили парк реки Милевки, отправился Денис Иванов. За год здесь многое изменилось. Вместе с председателем гордома Александром Ванчаренко, представителями администрации города он оценил качество и объемы проделанных работ и наметил список вопросов, которые еще предстоит решить. Известная псковская радиоведущая проходит курс экстренной терапии от возможного заражения бешенства. Ее покусал домашний любимец, которого перед этим едва не задрала стая бродячих собак. Существующая система борьбы с бездомными псами работает слабо. Обозреватель ПЛН Юлия Магера раскрывает подробности случившегося, указывает на тонкие места в текущем положении дела и предлагает затратное, но эффективное решение проблемы. И о погоде на выходных. В субботу 23 сентября облачно с прояснениями от 16 до 23 градусов тепла. Вечером и ночью возможен дождь. В воскресенье 24 сентября облачно с прояснениями 14-18 градусов со знаком «плюс». На сегодня это все. Я прощаюсь с вами до понедельника. Ссылки на все материалы, упомянутые в выпуске, вы найдете в описании под видео. Хороших выходных и до встречи на Плэн ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова